Иеромонах Иоанн Гуайта В истории армянской апостольской церкви мученичество сыграло определяющую роль с самого начала христианизации Армении и стало непрерывным духовным опытом, который повторялся в разные эпохи и сопровождал армянский народ на протяжении всей его истории. Я собирался говорить о трех моментах истории армянской церкви, о крещении Армении, о первой битве за сохранение веры аварийской, но меня попросили сократить свой доклад наполовину. И потому я скажу только о... а потом вот третий момент это геноциды армян. Я буду говорить в основном о геноциде все-таки, потому что это весьма актуально, через два года будет столетие геноциду. А о крещении Армении и о этой первой битве за сохранение веры я скажу только буквально одно предложение. Во-первых, все знают, что принятие христианства армянским царем Трдатом в 301 году явилось результатом проповеди святого Григория Просветительного. Но все-таки одновременно и результатом свидетельства именно мучениц, монахин Рипсимега, Яне и других. Так получается, что само своего крещения армянское христианство связано с опытом мученичества как раз святых монахин, а также все-таки исповедничества, потому что исповедником является сам креститель Армении, святой равнопостный Григорий Просветитель. Так история крещения Армении таким образом оправдывает известные слова Тертулиана о том, что кровь мучеников семя христианства. А относительно второго момента, крещения кровью армянского народа или Авараирской битвы, сражения за защиту христианской веры, я скажу только о том, что это произошло ровно через 150 лет после крещения страны, в 451 году. Как вы все знаете, это год Калькидонского собора, который определил очень много для армянской апостольской церкви. Вот эта битва закончилась поражением армянских повстанцев против сасанидов, которые запретили христианство в своей империи, и закончилась огромным количеством армянских мучеников. И тем не менее, как ни удивительно, именно вот эта Авараирская битва вернет народу веру в свои силы и сасанидские власти, предоставив армяну свободу оставаться христианами. Вот после этой Авараирской битвы отдельные случаи мученичества среди армян будут нередки в течение всего длинного армянского средневековья. Это и во время арабского ига в VII и VIII веке, и в середине XI века во время набивых сельджуков, в XIII веке при нашествии монголов, в конце XIV века, когда войско Тамерлана трижды захватывало, пустошало и разрушало Армению, на протяжении всего XV века, когда различные туркменские племена подвергали христианское население грабежам и насилию, а также на протяжении всего XVI и первой половины XVII века, когда проходят постоянные войны между Османской Турцией и Сефевитской Персией за раздел Кавказа. Ну вот сейчас переходим к главному, к геноциду. Вот подвиг мученичества и исповедничества, который, как я собираюсь показать, является постоянным, скажем, константом в истории армянской церкви, здесь становится массовым явлением для армянского народа в конце XIX-начала XX века, во время геноцида армян. Геноцид начинается с биениями, учиненными султаном Абдулгамидов II. В 1894-1996 годах тысячи армян, согласно некоторым источникам, до 400 тысяч, истребляются регулярными войсками Абдулгамидов II, банными преступниками и курдами. А вот после государственного переворота 1908 года власть в Османской империи закватывает партия младотурок, и начатое Абдулгамидом истребление при младотурках превратается в первый геноцид XX века. Геноцид начался с депортации армянского населения, но депортация на самом деле была лишь поводом для полного уничтожения всего армянского населения. Вот я здесь процитирую слова одного очевидца геноцида, кстати, немца, немецкого офицера, что значит союзника турок как раз. Я на русском языке издал его свидетельство. Он пишет следующее. Через своих жилищ, в которых армяне жили более двух тысяч лет, теперь они изгнаны в эту пустынную котловину. Их мучители преследовали народ, лишенный своих лидеров и глашатаев, выгоняли людей из городов во все часы дня и ночи. Они жгли селения, разоряли дома, разрушали церкви и превращали их в мечети. В колонии депортированных, уходивших с родины из высокогорной Армении, насчитывали многие тысячи человек. Но и прибывших в Алеппо, буквально сотни, намного меньше людей, их не оставляли в покое. Здесь они умирали, их убивали курды, обворовывали надсмотрщики, их расстреливали, вешали, травили, резали, душили, топили. Они умиряли от эпидемии, от жажды и голода, разлагались и становились добычей шакалов. Геноцид, достигший своей кульминации в 2015 году, продолжается и после войны. После падения Испанской империи и рождения современной Турции, в результате захвата власти движения Мустафы Кемаля, Ататюрка, продолжились массовые убийства армян. Именно Ататюрк завершил геноцид истребление армянского населения Смирны. Количество жертв геноцида армян трудно установить точно. Есть основания считать, что только в 2015-2016 годах количество армян, убитых или умерших во время депортации, около 1,2 млн. Если включить сюда жертвы, пострадавшие при Мустафе Кемале, то получается около 1,5 млн. А за весь период геноцида, в широком смысле, то есть почти за 5 десятилетий на рубеже 19-го и 20-го веков, его жертвами стало предположительно около 2 млн. людей. Теперь, почему османские власти решили истребить именно армянскую общину в своей многонациональной и многоконфессиональной империи? В своих работах я уже показал, что по своему уровню развития армянский миллет, то есть армянская община Османской империи, сильно отличался от других этно-религиозных общин, в том числе от других христиан. Армяне были многочисленнее, богаче, образованнее других. Благодаря диаспоре им удавалось привлечь к себе внимание общественное мнение многих стран. Это была беспокойная община, чье политическое и социальное самосознание проявилось в организации партии, распространенной по всей империи и за ее пределами. Таким образом, первоначальные причины геноцида, безусловно, политические. И тем не менее, они одновременно и религиозны. Ведь помимо армян, объектом преследования в определенный момент стали и другие христиане Османской империи. Депортации и избиения, организованные и осуществленные Османским правительством, ближе к концу войны коснулись и сирийцев, и ассирийцев, и греков. По оценкам самых последних исследований, буквально несколько лет назад, из по крайней мере 5 миллионов христиан Османской империи за 10 лет, с 12 по 22 год, было уничтожено 3,5 миллиона. Основываясь на этом, в последнее время некоторые историки стали утверждать, что кровополития с 15 до 23 годов должны рассматриваться не только как геноцида армян, но и как общее жертвоприношение, от которого пострадали все христиане Османской империи. Армянская апостольская церковь собирается канонизировать жертву геноцида. В сентябре этого года, 2013, впервые за 4 последних века, точнее с 1651 года, в полном составе собрался епископат армянской церкви. Тут надо знать, что у армян два католикосата и два патриархата, и по историческим причинам они в течение очень долгое время конфликтовали между собой. А вот одной из целей этого епископского собрания, так он называется, была канонизация жертв геноцида. Здесь надо заметить, что удивляет не только факт собрания всего епископата после стольких веков, а также количество людей, полтора миллиона, которые будут канонизированы одновременно. Вряд ли это будет преувеличение сказать, что это будет самая многочисленная канонизация за всю историю церкви. Но есть еще одно интересное обстоятельство. Армянская церковь не совершала канонизацию с 17 века, и пока в ней нет ни четкого порядка процесса канонизации, ни критерий канонизации, и не даже чина. По поводу этой канонизации были высказаны самые разные точки зрения. Некоторые видят в ней скорее политический, чем религиозный акт, или только дань истории, спровоцированной столетой геноцида. Некоторых историков и богословов смущает тот факт, что очень многое неизвестно как в целом о геноциде армян, так и конкретно об обстоятельствах многих отдельно взятых случаев убийства армян, как, впрочем, и то, что неизвестны все имена канонизируемых. И, наконец, важный, главный вопрос. Идет ли речь о мученичестве или нет? То есть, были ли эти люди убиты именно за веру, именно за то, что они христиане, или, скорее, по политическим причинам, близость русского фронта во время Первой мировой войны, например, или из чисто этнической ненависти к армянскому народу? Ответы здесь неоднозначны. Следует отметить, что феномен, так сказать, деперсонифицированной сакрализации памяти героев, например, павших в годы войн, встречается у всех народов и стран, а случаи безымянных канонизаций групповых бывали много раз в истории церкви. Привожу один единственный пример. Это мученики 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлеме из Биенны. Память из Биенны в Вифлеме младенцев, богослужебная книга, появляется очень рано, уже в V веке. Интересно здесь, что не только неизвестны их имена, но и их точное количество. Понятно, что столько детей от двух лет и ниже просто не могло быть в маленьком Вифлеме. Число 14 тысяч символично указывает на полноту церкви мучеников. Думаю, что в разрешении вышеуказанных, вышеназванных вопросов армянская апостольская церковь может вдохновиться опытом церкви сестры русской православной. И здесь тоже ограничимся одним и единственным примером. Установление Русской Православной Церкви у Дня памяти Собора Новомучеников и Исповедников Церкви Русской очень интересный пример. Как известно, сначала зарубежная церковь совершила прославление новомучеников, а затем весной 92-го года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви установил празднование Собора Новомучеников и Исповедников Российский XX века. Теперь 25 января по старому стилю или в последующее воскресенье совершается общецерковное празднование памяти всего Собора Новомучеников. Всего, я имею в виду, и прославленных поименно, и безымянных. Важно заметить, правильное наименование Собора скорректировано Эпископатом Русской Православной Церкви в феврале как раз этого, 2013 года. Собор Новомучеников и Исповедников Церкви Русской ранее назывался Собором Новомучеников и Исповедников Российских XX века. Правильное название. Во-первых, потому что не все мученики и исповедники были русскими, не даже россиянами. Во-вторых, каноническая ответственность Русской Православной Церкви простирается не только на Россию, но и на другие государства. В-третьих, именование исключает тех жертв, которые не являлись чадами Русской Православной Церкви. В-четвертых, не располагая точными данными, очень правильно объединить мучеников и исповедников. Надо подчеркнуть, что Церковь часто объединяет память тех, чьи имена и жития известны, с безымянно канонизированными, и благословляет назначать особые дни памяти местных соборов новомучеников с указанием названия пархи и имен уже прославленных святых, и когда это известно, с указанием числа мучеников и места их страдания. А когда не совсем известны точные причины гибели, то есть были ли они именно за веру замучены, то Церковь включает сюда еще и страста терпцев. Это очень важный момент. Вот, например, святые мученики Бутовские, Митропа и Серафим, и все более трехсот страста терпцев за веру Христову и в чистой совести и единении с Церковью непорочно пострадавшие, имена же их Господи Веси. Вот здесь важно, что нет имен, что страста терпцев неизвестно точное количество. Думаю, что пример канонизации новомучеников и страста терпцев XX века Русской Православной Церковью позволяет нам сказать по аналогии, что канонизация жертв геноцида армян возможно и канонично. Без всякого сомнения, жертвы первого геноцида современной истории могли бы быть канонизированы армянской Церковью в виде единой группы, включающей собственно мучеников, исповедников и страста терпцев. Здесь скудность данных об их кончине, отсутствие точных списков имен, неточность и количество не является каноническим препятствием. И в заключение я хотел бы подчеркнуть, что уничтожение армян на Османской империи положило на начало длинной вереницы преступлений геноцида и этнических чисток, которые омрачили весь XX век и который, увы, продолжается и в XXI веке, как мы это видим сегодня в Сирии, в Ираке, в Египте и так далее. Нет сомнения, что одна из причин повторений этого страшного преступления именно в том, что первый геноцид XX века, геноцид армян, хоть и был осужден мировым сообществом, но не был до конца осмыслен и не получил должного резонанса. Современная наука показала, что генетическая память – это залог продолжения жизни. Так же и историческая память – это единственный залог прогресса человечества. Только тяжелое бремя памяти о насилии выводит человека из состояния варварства, не дает привыкнуть к нему. Только эта память препятствует тому, чтобы мы воспринимали дикость как нормальное состояние человека. Человек XXI века может стать гуманнее, но только в том случае, если он не забудет про ужасы века XX. Канализация жертвы геноцида армян – это дань памяти этих невинно убиенных наших братьев и сестер. Перед армянской церковью стоит задача оценить их подвиг как мучеников, исповедников или страстнотерпцев и совершить канализацию. А за нами, историками, богословами, юристами, долг исследовать геноциды армян и дать нашу оценку этому страшному злодеянию. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.